Здравствуйте! Вы смотрите глянцевый тележурнал «Сторона Советов». Великий писатель и неслитель Фёдор Михайлович Достоевский в своём романе написал, что красота спасёт мир. И я думаю, большинство из нас с этим высказыванием согласны. Как сохранить свою красоту, расскажу вам я, Яна Халилова. Сегодня вы увидите. Только сегодня в самом красивом тележурнале «Страна Советов». Красивая еда, вкусная еда. Как приготовить торт всего за пять минут. Самые необычные праздники. Как веселяться в мире. Новый образ, новая жизнь. Проект «Большая перемена» продолжается. Многие дилетанты считают, что приготовить торт дома – это очень сложно, проще купить. Но нет ничего вкуснее, чем лакомство, приготовленное самостоятельно. Доставайте свои кулинарные блокноты и записывайте вкусный, а главное – быстрый рецепт сливочного десерта. Пять минут от шефа традиционно продолжает наш эфир. Сегодня будем готовить вкусный, а главное – быстрый сливочный торт. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Бисквитные коржи, сливки, миндальная стружка, медовый сироп. Если все ингредиенты подготовили заранее, то и приготовление будет в радость. Наливаем медовый сироп в глубокую тарелку и пропитываем уже готовый корж, так сказать, первый слой нашего торта. Далее с помощью кондитерского шприца наносим сливки. То же самое проделываем с последующими слоями. Последний штрих – декорирование десерта. Равномерно с помощью ножа распределяем натуральные сливки и посыпаем обжаренным миндалем. Сливочный торт готов. Приятного аппетита! Хотите изменить себя? Начните с прически. Этот способ позволит изменить имидж до неузнаваемости. Чтобы вы не выбрали стрижку, окрашивание или интересную прическу, ваш выбор должен быть заодно с модными тенденциями нового сезона, о которых мы расскажем в следующей рубрике. Поднять настроение себе Зина решила привычным способом. Она, как всегда, отправилась в свой любимый салон красоты. Как я наблюдаю по вашим волосам, вы уже, наверное, несколько месяцев не красились. Видимо, хотели каким-то образом вырастить волосы, не трогая их цвет. Но мне хотелось бы вас освежить, придать индивидуальность. Я бы хотела сделать вам колорирование. В этом сезоне модно любое окрашение, в котором присутствует несколько цветов, чтобы создать игру цвета, чтобы создать эффект многогранности волос, эффект солнечных бликов. Уход необходим не только волосам, но и рукам. Поэтому для того, чтобы не терять время, наша героиня решила обновить и маникюр. От палитры в 300 цветов разбегаются глаза. Гелевое покрытие – это очень хорошее решение для девушек, у которых очень мало времени ходить и перекрывать постоянно обычный лак, так как оно держится от двух до трех недель. Итак, на ногтях модный цвет, а вот над волосами еще трудятся. Предварительно мы произвели эмилирование волос, а сейчас я хочу сделать такое окрашивание, которое позволит сделать перелив цвета от одного к другому. Окрашивание происходит в несколько этапов. После смывки мы производим дополнительное тонирование. Добили желаемого результата, переходим к необходимому – защите волос. Восстановить их в нормальную структуру, увлажнить их, пропитать, добавить защитных средств, которые позволят нашей краске засверкать на волосах. И тем самым мы даже добьемся того, что вокруг волоса создастся экран, который будет препятствовать вымыванию краски. Каких-то пару часов и при воплощении выходит на финишную прямую. Цветное колорирование с эффектом солнечных бликов придает укладке неповторимый объем. Зина уверена, что не раз еще вернется в свой любимый салон красоты – зеркало. Салон красоты – зеркало. Здесь опытные стилисты подберут неповторимый образ. Все виды парикмахерских услуг – маникюр, классический и аппаратный спа-педикюр, полная депиляция, а также глубокая бикини с использованием обезболивающего. И турбо-соляри от Ergoline – постоянным клиентам – бронзатор в подарок. Салон красоты – зеркало. Здесь видят то, что не видят другие. Балтийский бизнес-центр. Московский проспект, 40, первый этаж. Телефон – 30-65-03. Большинство из нас любят праздники и с удовольствием поздравляют друзей, родных и коллег. Среди привычных есть на свете и необычные, о которых в России практически ничего не известно. Наши модные эксперты разузнали о таких и подготовили великолепную десятку. Смотрим и наслаждаемся. Топ-10 самых необычных праздников мира открывает праздник под названием «Горящий человек» и проводится он перед первым понедельником сентября в пустыне Black Rock, Невада, США. Этот очень творческий праздник собирает вместе огромное количество людей, которые отправляются в пустыню Невада, где выстраивают из песка собственные выдуманные города. Строительство продолжается целую неделю. Затем все постройки сравнивают с землей и напоследок сжигают соломенное чучело. Для чего именно это делается, непонятно, но традиция вещь сильная. На девятом месте чемпионат мира по нырянию в болото проводится в Великобритании в последний понедельник августа. Все участники должны проплыть в болоте 55 метров, используя только маски для ныряния и ласты. Призы при этом достаются абсолютно всем, даже тем, кто приплыл к финишу последним. Прыжок в болото уже сам по себе подвиг, который требует поощрения. Восьмое место достается празднику Томатина. Место проведения Испания в последнюю среду августа. Здесь все очень просто. Идет война помидорами. Специально для этих целей городские власти выделяют свыше 100 тонн томатов, которыми можно бросаться в противников. Достаться может каждому, поэтому на улицу в этот день лучше либо вообще не выходить, либо выходить в старой одежде. Седьмое место – Чемпионат мира по перетаскиванию возлюбленных. 4 июля – Финляндии. Правила простые. Если у вас есть возлюбленная или законная супруга, быстренько хватайте ее в охапку и вперед на веселый финский праздник. Шестое место – Демонстрация голых ягодиц. Каждую вторую субботу июля в США можно похвастать своей красивой задней точкой. Все желающие выстраиваются в ряд вдоль железнодорожных путей и показывают это место каждому проезжающему мимо поезду. На пятом месте – Праздник людей-птиц. Проходит он в Великобритании в июле. У вас есть самодельные крылья и вы давно мечтаете полетать? Тогда этот праздник для вас. Разбегаемся по широкой платформе, выстроенной над поверхностью воды, и летим вперед и вниз. Главное – пролететь как можно дальше. На четвертом месте – Летнее солнцестояние. 21 июня в Великобритании, начиная с 2000 года, британские власти смилостивились и позволили жителям и гостям страны проводить одну ночь близ одного из самых древних и самых таинственных сооружений человечества – Стоунхенджа. Древние камушки даже рукой пощупать можно, за что в любой другой день года нельзя. Праздник бега с катающимся сыром. Последний понедельник мая – Великобритания. Со склонной холма пускают головку сыра, за которой тут же пускаются в погоню все участники соревнований. Победителем считается тот, кто успеет добежать до сыра и схватить его. Данный праздник сопровождается целой кучей шишек, ушивов, синяков и иных более серьезных ранений. Второе место – праздник. Чемпионат мира по горным устрицам проводится в США в мае. Этот праздник проходит недалеко от Техаса. Правильно, какие могут быть там устрицы. Ими здесь даже и не пахнет. А вот бычьих яиц наоборот, как раз навалом. Так что бравые ковбои соревнуются друг с другом в кулинарном искусстве. Участники должны так зажарить бычьи яйца, чтобы от блюда было за уши не оторвать. Ну и, наконец, первое место – праздник Лас-Фаяс. Проведение Испания-Валенсия в период с 14 по 19 марта. Это один из самых красивых праздников с применением пиротехнических спецэффектов. Именно пиротехники принимают в нем участие. Так что ярких вспышек, хлопков и огней здесь хватает. А ночное небо разрывает тысячи красивых фейерверков. Посмотреть есть на что. Поэтому в Валенсии в это время года наблюдается огромный наплыв туристов. Синоптики обещают, что уже на этой неделе восстановится погода. И последние майские дни подарят калининградцам настоящее наслаждение. А что лучше всего делать в хорошую погоду? Конечно, пройтись по историческим местам нашего города. Культурные обозреватели нашего глянца посетили Королевские ворота. Вот видеоотчет. Мы с вами находимся в памятнике архитектуры Королевские ворота. Данный памятник архитектуры – это отдел Музея Мирового океана. Здесь располагается историко-культурный центр «Великое посольство». Действительно, очень символично. Ворота города, которые встречали путешественников, горожан, торговцев и так далее. Великие посольства, которые приезжали в Кёнигсберг. И данная тема представлена у нас здесь, в воротах. Кроме постоянной экспозиции, у нас здесь есть выставки. Выставки разные. Вот одна из них, необычная, интерактивная, называется «Виртуальная реконструкция Королевских замок». Развивается техника, развиваются визуальные средства подачи информации. И в настоящее время у музейщиков востребованы различные интерактивные формы. Именно так выглядел замок перед бомбардировкой 1944 года. Выставка «Что могут короли». Открыли мы выставочный проект ровно год назад. И тогда вместе с произведениями из фондов нашего музея мы предлагали калининградцам увидеть предметы, которые нам предоставили коллекционеры. Она рассказывает о девяти именно королях, прусских королях, начиная с Фридриха I до последнего, уже императора Вильгельма II, судьба которого связана с Первой мировой войной. И правление заканчивается Вильмарской республикой в 1918 году. У нас в Королевских воротах вы можете увидеть интересную экспозицию, рассказывающую об истории нашего города. Вы можете увидеть необычную виртуальную реконструкцию Королевский замок. Вы можете побывать во временах королей Пруссии на выставке «Что могут короли». Также у нас в Королевских воротах вы можете устроить, отпраздновать день рождения своего ребенка, отметить праздничные события, в том числе свадьбу. Каждое воскресенье для вас выступает ансамбль «Легенда» с очень интересной программой. В современном мире деньги дают свободу, о которой мечтает каждый человек. Свобода покупать разные вещи, путешествовать. И чем больше денег, тем больше мы можем получить на них благ. Так, современный мир не стоит на месте, и люди придумывают все новые дополнительные источники доходов. Сегодня мы расскажем, как получить прибыль с помощью валютных рынков. В прошлой рубрике мы затронули такую тему, как заработок на валютном рынке. Наша испытуемая Елена Зеленина прошла теоретическое обучение. Узнала, как устроен рынок, как осуществляются торговые сделки и как застраховать себя от убытков во время торговли. Сегодня она совершает свои первые сделки на золоте и акциях крупных компаний. Я поняла, что это отличный источник дохода и отличный способ заработка денег. За пять коротких занятий я, конечно, получила только азы, но уже успела заработать первую свою прибыль. Мои 200 долларов. Чтобы торговать прибыльно, важно понимать, как различные факторы влияют на цены и уметь строить прогнозы на основе их анализа. Опытные профессионалы готовы поделиться этими знаниями с любым желающим. Так кто же зарабатывает на валютном рынке? В основном это люди молодого возраста, либо люди, которые занимаются бизнесом. Почему? Потому что любой из клиентов нашей компании понимает, что это самый высокодоходный сейчас инструмент, который можно получить максимальную прибыль за короткий промежуток времени. За подробной информацией обращайтесь в офис компании. В Алтийском бизнес-центре на Московском проспекте 40. Офис 922. Телетрейд. Эксперт на финансовом рынке. Каждый человек, получая подарок, неважно, какой и по какому поводу на мгновение превращается в ребенка. Однако вопрос, что подарить, зачастую ставит на ступик. В следующей рубрике мы расскажем об эксклюзивных подарках. Пожалуй, самый сложный вопрос, который возникает у людей накануне дня рождения друзей, свадьбы или важной даты, это каким должен быть подарок. Деньги дарить давно уже не модно, а фантазия в последний момент сдается без боя. Мы решили упростить вам жизнь и собрали целый перечень запоминающихся подарков, независимо от повода. Для мужчины, женщины и ребенка. Особенной популярностью пользуется детская фарфоровая посуда немецкой марки «Ретер Порселайн». Каждое изделие украшено рисунками немецких художников по мотивам всем известных сказок. Также дополнением к детскому подарку может стать игрушка французской фирмы «Хистери Дорс». Женщинам лучше дарить подарки со смыслом. Мы предлагаем обратить внимание на фарфоровые статуэтки фирмы «Зампива». Вы дарите не просто сувенир, а возможность стать настоящим коллекционером. Каждая статуэтка выполнена вручную, имеет подпись мастера и свой паспорт. Некоторые из них изготавливаются только в ограниченном количестве и, соответственно, являются коллекционными. Каждая статуэтка может отражать хобби или род деятельности человека, которому вы ее дарите. Пожалуй, самой сложной задачей является выбрать подарок мужчине. К счастью, сегодня опять актуально дарить книги. Предлагаем обратить внимание на коллекционные альбомы американского издательства, которые не оставят равнодушными ни любители автомобилей марки BMW, ни фанатов «Битлз» или «Роллинг Стоун». Но и это еще не все. Мы советуем обратить внимание на роскошные наборы бокалов для виски и вина испанской фирмы «Ана Ринвер». Каждый бокал изготавливается исключительно вручную, из белого стекла и декорирован золотом и платиной. Также пользуются популярностью сувениры морской тематики, такие как компасы, часы, модели кораблей, визитницы. В нашей жизни достаточно людей, которые хочется искренне радовать приятными сюрпризами. И для этого не надо ждать повода. Необходимо просто знать место, где помогут выразить ваши чувства через подарок. Магазин «Театр подарков». Торговый центр «Плаза», первый этаж. Телефон 33-77-56. Ну а теперь пришло время сделать небольшую паузу. И через пару минут мы продолжим. Через несколько мгновений вы увидите. Хендмейд снова в моде. Чем калининградский дизайнер Наталья Лозикова удивила съемочную группу Первого городского канала. Новый образ, новая жизнь. Проект «Большая перемена» продолжается. Узнаем все вместе очередную девушку номера. Девушка номера. Вы снова на страницах нашего глянца. И мы продолжаем. В очередной раз наша рукодельница Наталья Лосикова готова представить свою новую работу. И, конечно же, тем самым научить вас мастерить подарки для ваших близких, не выходя из дома. Все внимание на экран. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Лосикова. Сегодня я вам покажу, как из кожаной вещи, купленной в секонд-хенде за 120 рублей, сшить интересную, креативную сумку. Для начала определимся с размерами. Отмеряем 40 сантиметров. Теперь отрезаем. Выворачиваем изделие наизнанку и отпарываем подкладку старую. Вошьем новую. Затем делаем дно сумки. После того, как мы прострочили дно, нам надо сделать это дно таким устойчивым уголком. Поэтому мы складываем вот так вот сумку, дно и боковой шов. Отмеряем. Вот мы и сделали наши уголки. Теперь мы сумку возвращаем в исходное положение. Основа сумки у нас практически готова. Сейчас нам надо будет сделать манжет. Манжет готов. Прямо сейчас мы будем пришивать его к наружной части сумки. Складываем кусочки кожи и делаем строчку. Теперь соединяем сумку с манжетом. Выворачиваем припуск на манжет и даем отстрочку. Пришло время пристрочить молнию. Строчить мы ее будем к манжетику. Для того, чтобы нашу сумку можно было бы на чем-то носить, чтобы она держалась, делаем ремень. Строчили мы ремень с изнанки. И для того, чтобы нам его вывернуть, нам понадобится вот такая толстая спица. Ручка наша готова. Такая длинная, красивая ручка. Сейчас мы будем делать зигзагообразные дырочки и вставлять наш декор шнурочки. Пришиваем ручку к сумке. Ну и последний штрих – подкладка. Подкладку мы делаем так же, как и сумку. Можно сделать карманы. Выворачиваем сумку для того, чтобы нам пришить подкладку. Наша заготовка превратилась уже в настоящую сумку. Так что выворачиваем подкладку. Как вы помните, это была раньше юбка. Вот так вот быстренько она у нас превратилась в сумку. В модную и элегантную. Не бойтесь экспериментировать. С вами была Наталья Лосикова. До скорых встреч. Пока. Ухоженные безупречные зубы – признак хорошего тона и успешности. Однако о кабинете стоматолога мы вспоминаем. Только когда болезнь причиняет боль. Одним из самых страшных заболеваний является парадонтоз. О том, как распознать его, лечить и какую профилактику нужно проводить, мы расскажем в следующей рубрике. Парадонтит по праву можно считать одним из самых распространенных заболеваний полости рта. При появлении первых же симптомов немедленно обращайтесь к стоматологу. Раннее вмешательство поможет избежать дальнейших осложнений без операций. Если его вовремя полечить, то, в принципе, зубы можно сохранить на всю жизнь нетронутыми и здоровыми. Действие первого прибора основано на ультразвуковом эффекте. Лечебный эффект лазера заключается в воздействии специальной длинной волны света. Если комбинацию этих методик, то эффект очень стойкий и на многие годы. В более тяжелых случаях для лечения парадонтита необходимо хирургическое вмешательство. И уже в крайних случаях требуется полное удаление зуба. Но современные технологии позволяют восполнить утрату. Возможности современной имплантологии по-настоящему впечатляют. Практически 98% можно считать имплантацией успешной. Но в любом случае нужна тщательная подготовка, обследование пациента для того, чтобы имплант поставить в правильное место, в хорошую кость. Для этого существуют специальные программы. Решить различные проблемы полости рта профессионально вы сможете, обратившись за квалифицированной помощью в стоматологические клиники города. Первое, на что нужно обратить внимание – широкий спектр услуг, высококвалифицированный персонал, а также наличие современного оборудования и материалов. Будьте здоровы! Стоматологический центр «Донтист». Ежегодное повышение квалификации персонала в российских и европейских учебных учреждениях. Специалисты клиники избавят вас от кариеса, пульпита, периодонтита и многих других недугов. Мы поможем вам следить за здоровьем ваших зубов. Стоматологический центр «Донтист». Улица Пражская, 3. Телефон 35 84 10. На днях узнала, что в СССР кинотеатры были довольно крупными и вмещали до 4 тысяч зрителей. И уже в конце 80-х в Советском Союзе насчитывалось более 5 тысяч кинотеатров. Сегодня кинотеатры меньше и уютнее. В один из них предлагаю заглянуть прямо сейчас. Привет, страна Советов! Меня зовут Дмитрий Дулетов. О киноновинках этой недели сегодня расскажу вам я. Вы лжете. Это не землетрясение и не тайфун. Вы скрываете от нас то, что происходит на самом деле. Первый фильм, на который я вам рекомендую сходить на этих выходных, это «Годзилла». Дебютный блокбастер режиссера Гаррета Эдвардса. Вторая картина, о которой сейчас пойдет речь, это фильм «22 минуты», основанный на реальных событиях, которые произошли 5 мая 2010 года. Именно эти события о захвате танкера с омалийскими пиратами. Итак, встречайте, дебютная работа Василия Серикова. Запускай головы. Супер! Есть, молни! Ну и на десерт фантастическая анимация «Космический пират Харлок», основанная на комиксах 70-х годов. «Космический пират Харлок». Всем пока, с вами был Дмитрий Дулетов. До встречи на страницах нашего «Глянца» и в кинотеатрах. Ну а теперь пришло время для нашей постоянной рубрики «Большая перемена», в которой мы регулярно примеряем новые образы на наших героинях. В этот раз стилист Дарья Песняк решила изменить цвет волос и кардинально подстричь нашу очередную участницу, предлагая посмотреть, как это было. Татьяна Попова, 26 лет, уже 4 года находится в декрете. По этой причине обратилась в «Большую перемену» для того, чтобы изменить себя в лучшую сторону. Ну что же, уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск проекта «Большая перемена». У нас есть очередная участница, которую готовы мы вам показать прямо сейчас. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы волнуетесь вообще? Есть какое-то ощущение такое? Вообще не волнуйтесь и готовы на все. Отлично! Нам с Дашей нравятся такие люди, поэтому предлагаю вам присаживаться в это чудесное волшебное кресло и буквально через какие-то 5 часов вы станете совершенно на себя не похожи. Даша, начинай! Нашей сегодняшней героине мы производим окрашивание по новой технике «Растяжка цвета». Она нам даст несколько оттенков, которые будут смотреться как 3D-эффект для объема. Наше окрашивание подходит к концу. Для того, чтобы ускорить процесс, используем вапоризатор. После смываем краску и переходим к стрижке. Для выбранной нами техники окрашивания оптимальный вариант будет удлиненная стрижка. Ну а теперь пришло время для укладки. Ну что, приступим к макияжу. Для того, чтобы выровнять цвет лица, я использую сухую минеральную основу. Итак, макияж закончен. И сейчас Татьяна увидит себя в новом образе. Похлопаем. Я надеюсь, что сегодняшнее перевоплощение вам пришлось по вкусу. Если вы хотите стать очередным участником проекта «Большая перемена», присылайте свои заявки на мой электронный адрес. Волконский андре собакамейл.ру Всем пока. Счастливо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Каждую неделю на странице нашего глянца попадают лучшие из лучших представительниц прекрасного пола. Кто стал девушкой номера на этот раз, узнаем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Будьте красивыми и счастливыми, ведь это важные составляющие нашей жизни. Увидимся в следующем выпуске «Страна советов». С вами была Яна Халилова. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok